Местным органам власти теперь разрешено дать компаниям из пострадавших сфер налоговые каникулы с 1 апреля по 30 сентября. Оплата отсроченных платежей налогового кредита будет производиться ежемесячно равными частями с 1 октября по 31 декабря. Причем проценты за пользование отсрочкой и налоговым кредитом не начисляются. Также вводятся арендные каникулы, мораторий на повышение базовой арендной величины и арендной платы. Как вы оцениваете новый указ, его эффективность и насколько это то, чего ждал бизнес и экономика в целом? Указом президента Республики Беларусь номер 143 о поддержке экономики предусмотрены меры поддержки субъектов хозяйствования отдельных отраслей экономики, которые наиболее подвержены неблагоприятному воздействию и сложившейся эпидемиологической ситуации. Перечень таких отраслей определенного в приложении к указу. Мы видим, что в основном это сфера услуг. Вообще 143 указ это комплексный документ, которым предусмотрен пакет мер в части арендных трудовых отношений, в сфере энергетики, учетной политики в части курсовых разниц. Указом также предусмотрена поддержка системы здравоохранения. В Гомельской области на сегодняшний день принимаются меры по реализации данного указа. Власти рекомендуют юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предоставить арендаторам субъектам хозяйствования с учетом объема их выручки отсрочку выплаты арендной платы, а также уменьшить ее размер. Индивидуальные предприниматели могут также перейти на другие виды налогообложения и пересчитать единый налог из-за временного неосуществления деятельности. В указе главы государства номер 143, опять же, для субъектов предпринимательской деятельности предоставлено ряд преференций. Мы должны говорить о том, что основной целью этих преференций является высвобождение оборотных средств, которыми предприятия могут руководствоваться, используя свои деятельности. Так, например, в пункте 2.4 для определенной категории плательщиков сокращены сроки возврата зачета превышения налоговых вычетов на дошительные суммы налога на добавленную стоимость. Это и срок возврата сокращен до 16 рабочих дней. Если раньше налоговый орган проводил зачеты и потом возврат в течение 30 и 5 рабочих дней, соответственно, то сейчас это 10 рабочих дней и 5 рабочих дней. 16 дней. На 16 дней плательщики раньше получат денежные средства из бюджета, которые подлежат им возврату. Еще одним источником сохранения оборотных средств для плательщиков является право на формирование затрат, относить в затраты те средства санитарно-эпидемиологические, которые они покупают для предотвращения вот этих негативных последствий на экономике, которая сказывается с COVID-19. Чтобы сохранить занятость и увеличить трудовую мобильность, сокращен минимальный срок предупреждения работников об изменении нанимателям существенных условий труда, причем без уменьшения размера его оплаты. Указ также предусматривает ряд других норм и правил, которые будут поддерживать работу субъектов хозяйствования и сохранять трудовые коллективы в условиях замедления экономической активности. Несмотря на объемный комплекс мер поддержки, изложенный в указе, частный бизнес озвучивает и другие предложения, которые могли бы удержать этот сектор на плаву. Основные вопросы, это срочка по налоговым платежам, потому что налоги платятся еще за период январь-февраль-мар, допустим, за первый квартал у кого-то, если упрощенка, да? А их заплатить вот надо сейчас. И в отсутствии денег просто налога выставляет это все на просрочку. Поэтому вот этот вот вопрос рассмотреть. То, что касается банковских вопросов, да, это помимо отсрочек, может быть, банки все-таки немножко тоже пересмотрят, потому что в адрес общепита говорят, да, пересмотрите свои прибыли. Так пускай и банки тоже пересмотрят. Да, они берут, допустим, депозиты под какой-то минимальный процент. Тем более сейчас вот и глава государства говорит, что иностранная помощь тоже будет предоставлена. Там вообще более низкие, допустим, там какие-то депозитные ставки. Соответственно, как-то уменьшить, может быть, проценты по заиспользованию кредитом, процентного платежа, потому что они ни в какие рассрочки не попадают. Их надо платить все равно каждый месяц. Так, ну вот это то, что разговаривали мы по электроэнергию, тоже надо как-то рассмотреть, наверное, арендные платежи. Ну и то, что ранее обсуждалось, эти вопросы мы озвучили еще раз. Ну и надеюсь, что это, наверное, будет принято какое-то положительное решение в конце концов. Сегодня самое важное – сохранить рабочие места. Для этого, кстати, рост заработной платы был отвязан от производительности труда в реальном секторе. И еще одна хорошая новость. Социальный блок, кроме антикризисных мер, содержащихся в первом пакете, будет дополнен во втором. Например, речь идет о содействии в трудоустройстве и поддержке рублем тех, кто вынужден трудиться неполный рабочий день. Марина Джала, Валерий Капанько, Новости недели.